Час Делягина Это не про российскую экономику. И в чем это проявляется? Все хорошо. У нас во втором квартале этого года бурное улучшение всех и всяческих показателей. В июне. Немножечко опять пошло ухудшение, но в целом можно хвастаться. Ничего меня очень радуют наши либералы. У них такой калейдоскоп, такой рубильник работает в голове. То они чувствуют себя чиновниками. Улучшение ситуации нужно им хвастаться. Потому что, а, это мы сделали, нас должны похвалить, дать нам печенек. И, б, стабильность это хорошо. Потом они в щелку договорят, что они все-таки либералы, и во всем виноват Путин. И начинают рассказать, между прочим, правду, что улучшение есть, но это ничего не значит. Население взирает на это с некоторым, уже без недоумения, с некоторым цинизмом. Знаете, вот как вы сидите в кино, смотрите Джеймса Бонда, вы знаете, что все это неправда. Это всего не было. Но вы сидите, попкорн кушаете и издеваетесь. А вот точно так же население сидит, кушает, у кого есть попкорн, и издевается над официальной милицией. Потому что реальные доходы 90% российского населения начали уверенно снижаться год назад, прошлым летом. И это отразилось в торговле, в сфере услуг, во всем, что связано с населением. Даже на транспорте это отразилось. Другое дело, что 10%, которые у нас 1% богатые, сверхбогатые, и обслуживающий его персонал, обслуживающий их персонал, их доходы растут. И они растут так, что они обеспечивают некоторые сбалансированные статистики. Ну и занижение официальной инфляции тоже играет свою роль. Но в целом ухудшение ситуации с доходами населения таково, что уже в июне это стало невозможно прятать. В июне у нас реальные доходы населения снизились на 2,9%. Официально? Официально. Они официально снижались в начале года, в первом квартале. Потом было некоторое восстановление. И вот на 2,7% снизились официально. Это называется больной потерь. Вызваны наши проблемы понятными вещами. Коррупция, произвол монополий, который давит и душит все. Плюс присоединение к ВТО на заведомо кабальных условиях. Я напомню, что Россия пока единственный из стран постсоветского пространства, не считая Прибалтики, который присоединился к ВТО, где еще не было революции. Первая присоединилась, по-моему, Грузия. Революция произошла. Сначала свергли Шварнадзе, потом вторая революция, мирным парламентским путем, но тем не менее, свергли Саакашвили. А потом присоединилась Молдавия. И потом присоединилась Киргизия. Там с того времени уже 3 революции случилось. Или 2. В общем, нынешнее состояние таково, что даже непонятно, революция там или не революция. В общем, государство в руинах. Потом присоединилась Украина. Присоединилась Украина. Революция налицо, правда, нацистская, но тем не менее. Потом присоединилась Молдавия, там государственный переворот, апреля 2009 года. То есть, пожалуйста, да, на Украине еще был Майдан, то есть там 2 как бы революции случилось. То есть, пожалуйста, мы пока единственная страна, которая присоединилась к УТО на постсоветском пространстве, но где еще не случилась революция. Понятно, что революция происходит от плохой жизни. И экономика тормозится очень сильно. Когда нам говорят, вот, у нас экономический рост в январе был практически нулевой, посмотрите, в апреле-май 1,3% по итогам первых 5 месяцев 1,1% экономический рост, отставание от прошлого года только 2% пункта, тогда было 1,3%. И смотрите, у нас, наверное, в этом году не будет экономического спада, который все ждали, а будет экономический рост, и он будет больше 1%. А, господа, я руку плечу вместе с официальными пропагандистами. И я восхищаюсь российским бизнесом, российскими предпринимателями, российскими инженерами и рабочими, которые вот эту вот нашу махину вытаскивают на своем хребте в самых неблагоприятных для этого условиях. Но я просто хотел бы напомнить, что исследования, которые были проведены по заказу правительства лучшими российскими макроэкономистами, которые сейчас работают в государстве, показали, что наша модель социально-экономическая, она может обеспечивать социально-политическую стабильность при экономическом росте не ниже 5,5%. Господа Улюкаев и компания, вы знаете, а мне безразлично, у нас рост 4,5% или у нас спад 4,5%. Если у нас рост ниже 5,5%, мы не живем, мы валимся в пропасть. Просто с разной скоростью. Вопрос об адекватности руководства, конечно, тяжелый вопрос. Когда господа правительства вдруг начинают рассказывать нам в сказке, что у нас годовая инфляция будет 6%. Дело не в том, что реальная инфляция в 2-2,5%, то и 3 раза выше официальной. Люди живут в своем мире, им там прекрасно, тепло и сыро. И за правительством это повторяет Набиулина, которая все это положена, с деньгами работа, ей положено знать инфляцию на самом деле. И более того, Банк России независимо от расстата считает инфляцию. Но вы знаете, когда за период с 1 ноября по 7 июля инфляция составила 5% за полгода плюс одна неделя, рассказывать, что за оставшееся время, то есть за полгода минус одна неделя, инфляция составит менее 1%, ну так и хочется спросить, вы считаете идиотами нас или вы являетесь идиотами сами? Вот альтернатива такая, хотя может быть, конечно, и то и другое одновременно. Но у нас был министр финансов, господин Кудрин, который, насколько следовало из его публичных заявлений, не читал отчетов об исполнении бюджета собственного министерства. И при этом умудрился войти в историю, как лучший министр финансов. И до сих пор его любят, а с ним все советуются. Так что, в принципе, это ничто не новое под луной. Но если возвращаться к экономической статистике, у нас уверенный промышленный рост. Год назад у нас был экономический спад. А сейчас у нас экономический рост, да, на полпроцента. А за счет чего? Ну, тем не менее. А вот за счет чего, это тоже очень важный вопрос. Год назад экономика держалась за счет добывающей промышленности. Ну как, мы качали, мы качали, мы качали, мы продали, нам стало хорошо, и вот вам промышленный рост. Ничего подобного. Правда, вопреки всем историям с Украиной, у нас доходы от экспорта газа в первой половине этого года выше, чем в первой половине прошлого года. Так, на минуточку. Это как, Украина не платила, 5 миллиардов с лишним должна, а... А доходы все равно выше. Все остальные платили. Это как понять? Ну, все остальные платили. Плюс она копеечку заплатила, там, меньше миллиарда, но все уже. Но это хорошая торговля. И как они идут, как коммерсант пришел к партизанам, его отправили распространять в листовки. Но месяц прошел, все решили, что все погибчиво, выпили за его здоровье. Через полтора месяца приходит злой, как собака. Командир говорит, вот найдите вам ваши деньги, и пожалуйста, когда в следующий раз будете давать товар на распространение, ну, дайте что-нибудь приличное. Очень плохо, очень сложно было продавать немцам в листовке смерть фашистского оккупанта. Вот то же самое, наверное, можно сказать и про Газпром. Повернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья. Продолжается час Делягина на ваннах Комсомольской. Так за счет чего у нас возник промышленный рост? Вот в прошлом году, когда был промышленный спад, а промышленный рост, в первом полугодии, промышленный рост поддерживался добывающей промышленностью. Прекрасно. А в этом году добывающая промышленность выглядит крайне средненьким. Крайне средненьким. В этом году рост обеспечивает добывающая промышленность. Та самая, которую растоптала ВТО. Та самая, которую давят естественные монополии беспредельными санкциями. Та самая, которая приходит с проверками и выяснениями, какого черта вы еще работаете? Вы что, террористы, что ли? Налоги платите? Да? Вот та самая добывающая промышленность поднялась. Приподнялась. Хорошо, приподняла голову и стала глядываться, но она обеспечивает нам сегодня промышленный рост. Естественно, в напольной отрасли производство распределения электроэнергии, газа, воды и тепла, они теплая зима, теплые зимы, производство тепла особо не нужно, производство электроэнергии у нас, в общем-то, избыточно, учитывая экономические проблемы, они не дают рост значимому, дают рост добывающей промышленности, это прекрасно. Есть, как обычно, минус. В июне экономический рост тормозился, в мае было 2,8%, можно было радоваться, мы вплотную подошли к границе стратегической погрешности в 3% пункта, еще бы чуть-чуть и можно было бы сказать, у нас точно есть промышленный рост. Нет, в июне месяце промышленный рост упал до 0,4%, когда символично, у нас промышленный рост продолжается, у нас все хорошо. На самом деле не все хорошо, неприятно. Есть такая штука, динамика цен в промышленности. Какие производства повышают цену на свою продукцию? В условиях монопольных отраслей, если производство повышает цену на свою продукцию, у него все в порядке, у него есть спрос, который можно эксплуатировать. Если производство повышает цену на свою продукцию мало, у него проблемы со сбытом. Так вот, у отраслей естественных монополий, у них в первом полугодии прошлого года цены выросли на 9,5%, в этом полугодии на 9,4%. У них роста нет, у них все в шоколаде. Они в золотые, так сказать, пластины инкрустируют алмазы. А в добывающей промышленности в прошлом году у них все было очень плохо. У них был 1%, только на 1% они повысили свои цены. В этом году они взяли реванш. 11,4% у них роста. То есть у них все чудесно, хотя рост небольшой. А в обрабатывающей промышленности в прошлом году было 3%, в этом году 4%. Самый низкий рост цен в обрабатывающей промышленности. Они постоянно упираются в ограничения спроса. Они постоянно испытывают огромные проблемы, и эти проблемы нам выстрелят. Абсолютно хорошая новость этого полугодия – это преодоление кризиса железнодорожного грузоперевоза. У нас же либералы дошли в конце концов и до железной дороги. И, как и положено либералы, устроили там либеральную реформу. Ну, либеральную реформу, лучшая ассоциация – это Хиросима. В Хиросиме тоже выживали люди, и даже вылезали из подземных убежищ после взрыва. Ну, вот либеральная реформа пришла в железнодорожную отрасль, и грузоперевозки в прошлом году падали. Падали в первой половине прошлого года, они сократились на 3%, но по месяцам были и больше сокращены. Производители жаловались, что дешевле возить уголь автомобилями, каменный уголь автомобилей на расстоянии 300 километров и меньше. Дешевле и надежнее. Бензин дешевле и надежнее возить бензовозами, которые попадают в аварии, стоят в пробках, у которых водители курят, на расстоянии до 500 километров, чем по железной дороге. Так вот, железнодорожная отрасль справилась. Я думаю, что сыграла свою роль и волна критики, под которую она попала. Наверное, не без этого. Но железнодорожная отрасль уверенно наращивает объемы грузоперевозок. В первой половине этого года они выросли на 5,6%, причем в июне они выросли опережающими темпами на 6,1%. То есть наша страна возвращается с забитых автотранспортом дорог и разбитых, убитых фурами дорог на железные дороги. И не потому, что возвращаться некуда, а потому, что железные дороги стали работать получше. Да, ведь одна из проблем наших дорог, что их разбивают вот эти жуткие фуры. Ну, наши стандарты дорожного строительства, это слегка ухудшенные американские стандарты 29-го года, которые у нас были введены в строй в 39-м году. Ну, не было тогда таких фур. То есть помимо того, что у нас не соблюдают технологии заворства и разгильдяйства, дорожного строительства, у нас еще стандарты неправили. Их немножко улучшили после войны, усилили, а потом опять ослабили. Они не соответствуют тем... Но фурка не было тогда, да? Да. Нам нужно усилить стандарт, изменить стандарт. Для этого нужна, в общем, современная дорожная техника, которую мы закупаем в основном в Европе или в Японии, она обеспечивает нужный стандарт. В Советском Союзе стандарт был плохой. Почему? Потому что после войны было не до дорожного строительной техники. Стандарт сделали под ту технику, что была. Имея в виду, что мы разовьем производство и сделаем стандарт нормальным. А когда дорожного строительную технику стали производить человеческую, научились сделать, дошли руки, уже все забыли и считали, что это нормальный стандарт. Сейчас-то все по-другому. Сейчас нужно усиливать, уплотнять и песчаную подушку под дорогой, и все. Но это уже отдельная тема, на самом деле. Важно, что железные дороги выбрались из кризиса, и это чудесно. Чудесная новость – это преодоление инвестиционного кризиса. Мы как в ВТО вступили, так у нас бурный инвестиционный рост, который превышал 7%, снился инвестиционным спортом. Хотя, казалось бы, наоборот, должно быть. Как это наоборот? В страну приходят либо товары, либо инвестиции. Если вы можете ввести в страну неизвестные вам товары, вам незачем ставить там производство этих товаров. Потому что страна вам неизвестна, чужая, по-английски не говорят. И даже, страшно сказать, не все еще говорят по-немецки. И даже в Сибири есть листа, где не говорят по-китайски. Зачем? Если страна в рамках ВТО открыта, настишь, заходи, кто хочет, бери, что хочешь, да пожалуйста. В страну приходят или товары, или инвестиции. Для работы на рынке этой страны. И, естественно, как только мы присоединились к ВТО, я же прекрасно помню, как бегали производители лифтов АТИС в Питере. В 89-м году они поставили совместное предприятие. Они говорили, вы присоединились к ВТО на таких условиях, что нам теперь невыгодно производить лифт у вас в Петербурге. Нам выгоднее заводить эти лифты. Ну и что, сказали наши либералы, нам безразлично, что вам там выгодно. Ну и что, что вы закроете свой производство, ну что, что рабочие места. Да плевать нам на эту страну. Общее резюме было такое. В результате инвестиционный спад. В декабре прошлого года госпожа Юдаева, милая барышня, которая по недоразумению возглавила Банк России, дает чудесное интервью, из которого следовало, что Банк России снимает с себя ответственность за валютную сферу. Одновременно начинается девальвация. Девальвация не как положено, когда в один день делается то, что нужно. Нет, девальвация за застянувшись на два с половиной месяца. Общая паника. Бегство капитала. Максимальное бегство капитала было в январе без всякой Украины. Больше 19 миллиардов долларов бежало из страны из-за госпожи Юдаева и Биулина и прочего. Насколько я могу судить. Ну и мировая конъюнктура тоже не очень хорошая была. Паника. Инвестиционный спад января. 7%. Минус. Минус. Это катастрофа. Это просто катастрофа на ровном месте. Когда начался украинский кризис, статистики обрадовались. Потому что если вы объясняете начальству, что катастрофа из-за его действий, то очень быстро лишаетесь работы. А так всегда можно сказать тут о всякой Украине. Там Майдан же у нас. Там они виноваты. Во всем виноват кто, кого изводить. Главное, чтобы не вы были виноваты. Так вот, в июне месяце страна, находящаяся под санкциями всего, так сказать, прогрессивного мирового сообщества, проклятая всеми либералами, растоптанная Обамой и компанией, вплоть до госпожи Меркель, обеспечила инвестиционный рост. Да, инвестиционный рост крошечный. Но полпроцента. Общий инвестиционный спад, который составил по 6 месяцам 2,8 процента, это не переломило. Но, по крайней мере, инвестиционный спад прекратился. Он может завтра возобновиться легко. Легко может возобновиться. Но, по крайней мере, ситуация стабилизировалась. За счет чего стабилизировалась и даже отчетливо улучшилась ситуация в реальном секторе? За счет девальвации. Девальвационный эффект. Рубль стал дешевле, экспорт стал выгоднее, импорт стал менее выгоднее. Из-за этого у нас приподнялась экономика. Из-за этого, ну, в реальности, из-за этого начали захлебываться в деньгах. Профицит федерального бюджета за первый квартал 1,9 процента. Профицит, извините, за первый полубойте, 1,9 процента. Профицит уверенный. Сверхдоходы, то есть то, что он получил в сверхбюджетных проектировок, более 400 миллиардов рублей. Более 400 миллиардов. Неиспользуемые остатки в следственных счетах федерального бюджета превысили, выросли на триллион 200 миллиардов, заставили 7,8 миллиардов триллионов рублей. Безумная сумма. Дошло до того, что даже Минфин увидел, как он исполняет федеральный бюджет и сказал, что да, может быть в этом году удастся избежать дефицита. Ну, признали, что 2,2,4, а раньше не признавали категорически. Раньше нас все время запугивали бюджетным дефицитом. Я вас не запугиваю, Михаил Геннадьевич, но надо прерваться на пару минут. Передохнем. Оставайтесь с нами, друзья. Продолжается час Делягина на волнах Комсомольской правды. Итак, мы захлебываемся от денег. И вы меня прервали на полусловия. Причем даже в исполнении бюджета заметились прогресски разума. Не все деньги безусходно закапываются в неиспользуемые остатки средств, на счетах бюджета. Если в первом квартале они выросли более чем на триллион рублей, то во втором квартале, хотя сверхдоходы продолжались, в них заморозили всего-навсего 180, по-моему, 1 миллиард. То есть в 6 раз меньше. То есть это некоторый поворот к здравому смыслу, что не нужно набирать внутренних займов, чтобы эти деньги заморозить в бюджете и вывезти из страны. Не надо. Пусть люди работают и направим эти деньги на что-нибудь полезное. То есть есть позитивные следствия. Изменение сальдо платежного баланса. Сальдо текущих операций платежного баланса в прошлом году, по-моему, 1,8 миллиардов долларов, копейки. Всего-навсего. Критическая ситуация. Во втором квартале этого года в 9,5 раз больше. В прошлом году у нас сокращался экспорт и рост импорт. В этом году у нас уверенно растет экспорт и сокращается импорт. Есть хороший позитивный результат, но это достигнуто за счет ослабления рубля. Любая медаль имеет две стороны. У девальвации оборотных страна значительно больше лицевой. Девальвация это означает ускорение роста цен. В марте месяце рост цен был в три раза выше, чем в марте прошлого года. В апреле сокращение снизилось. В начале июня инфляция ниже, чем в прошлом году. Официально, подчеркиваю, официально. Но все равно инфляция высокая. Соответственно, люди беднеют. И в июне впервые началось снижение, впервые за второй квартал, началось снижение реальных доходов населения. Чтобы побороть эти тенденции, государство в середине марта отказалось от ослабления рубля и начало укреплять рубль. Тем самым, перечеркивая позитивный эффект девальвации. Знаете, если вы не занимаетесь развитием страны, если вы не модернизируете инфраструктуру, если вы не расширяете возможности для людей зарабатывать деньги, то вы играете в клавиат по-сербски, как это говорили при ТИТО. Играясь на пеннин со связанными руками. Вся экономическая политика исчерпывается классической фразой «Нос вытянул, хвост увяз, хвост вытянул, нос увяз». И девальвация была нужна. Хотя и не такая, не растянутая во времени, не для спекулянтов, она была нужна разовая. В один день, как это делали в Польше, в Норвегии, в Казахстане, как это принято делать в мире. Для поддержания конкурентоспособности экономики. Хорошо, сделали неправильно, но сделали. Получили позитивный эффект. Промышленный рост, прекращение инвестиционного спада, оживление экономики, улучшение финансового положения. И действительно, сегодня правительства и корпорации захлебываются от денег, не знают, куда их девать. Но если вы не даете экономике возможности для развития, они действительно не знают, куда девать заработанные. Не знают, куда вложить. Эти деньги оказываются мертвыми. С другой стороны, негативный социальный эффект вынуждает вас отказаться от девальвации. Посмотрите, инфляция затухает уже ниже прошлогодней, потому что на смену ослаблению рубля пришло укрепление рубля. Оно идет полным ходом. И я думаю, что третий квартал будет скверным с экономической точки зрения. Потому что чрезмерное укрепление рубля, помните, Боцифал не вынесет двоих. Чрезмерное укрепление рубля ломает хребет экономики. Ослабленный коррупцией произвола монополий. Соответственно, рубль-то, как только мы увидим негативную статистику третьего квартала, негативную динамику, она уже прошла негативная динамика. У нас и снижение, замедление темпа промышленного роста, и падение реальных доходов населения. И резкое торможение роста розничной торговли в июне, оборот розничной торговли вырос на 0,7%. То есть, на самом деле, он снизился, если своими словами вещи называть. Так что уже негативные изменения видны уже в июне. В третьем квартале не будут налицо, придется опять ослаблять рубль. И некоторые признаки этого, того, что государство все-таки хочет ослабить рубль, уже есть. То есть, рубль будет падать? Рубль будет падать, экономика будет восстанавливаться. А по нашему карману это ударит. С ценой жесточайших социальных последствий. Если не заниматься развитием, мы будем падать в эту спираль и падать к системному кризису. Мы будем крутиться в этой спирали еще годик. До августа следующего года в системный кризис не сорвемся. Запас прочности очень большой. Михаил Геннадьевич, а вот объясните, Вадь, захлебывается там, взят денег экономика, а нам грозят повышением налогов правительству заявила. А это действие по принципу во все виноват Путин. Министр финансов Сюланов, умнейший, тончайший, интеллигентнейший человек, который сторонится политике, как черт сторонится Ладана. Вдруг делает чудовищную серию политических заявлений, по сути, напоминающих Толи Псаки, Толи Молодого Жириновского. Одна фраза. У пенсионеров не будет денег, потому что все их деньги ушли на Крым. Да. Господа. Это идиотично. Значит, Сюланов не мог это сказать, потому что это политическое заявление. Потому что это антипутинское заявление, это антигосударственное заявление. Потому что это безграмотное заявление, оно не соответствует действительности. Вы не можете деньги пенсионного фонда направить на Крым. Теретически. Но это же заявление. И, наконец, самое главное, это неправда, потому что этого не было. Деньги на Крым шли из других каналов. Возникает вопрос, а почему же он это сказал? Да, он потом открестился, но тем не менее. Ну, рабочий ответ, опять все переврали журналисты, это понятно. А второе, я думаю, что ему сказали, он младший член либерального клана. Ему сказали, старший член либерального клана, а мы тут начальство валим. Ты что, хочешь отвертеться? Объясни-ка всем людям, что они будут жить плохо. Будут жить плохо прямо сейчас, и в этом виноват Путин. А и бизнес, и население. Вот мы сейчас выйдем из отпуска, и мы столкнемся с серьезным ухудшением условий жизни. Мы уже сейчас живем в значительно худших условиях жизни. Просто мы думаем, о, Крым, о, Украина, мы сочувствуем Украине. О, чемпионат мира по футболу, мы отвлекаемся. Хорошую погоду, пошли купаться, пивка попьем заодно. Когда пойдет осенний додичек, и мы начнем сверять условия нашей жизни с тем, что было год назад, мы прослезимся, а потом сильно разозлимся. И в этот момент либеральный клан ведет пропаганду к тому, чтобы в этот момент мы уже четко знали, что во всем виноват Путин. Если в Краине нет воды, во всем виноват Путин. Как это было, во всем виновата шестая статья Конституции на излете Советского Союза. Те же самые технологии. И заявление о том, что да, федеральный бюджет лопается от денег. Мы не знаем, куда их девать. Но налоги с вас мы повысим. Вот как понять. На торговлю по интернету посылками мы зарубим. Будем облагать таможенными пошлиями. Это способ разъярить людей, чтобы вывезти их на новый Майдан. Все. Причем подыгрывают этому вполне разумные люди, которые не вполне понимают, что они делают. Но это просто, это называется политическая провокация. С моей точки зрения. Сначала люди саботировали майские указы президента. Одновременно с этим объясняя, что бюджетный кризис в регионах, потому что мы вынуждены выполнять майские указы президента. Потому что эти майские указы не выполнялись в это же самое время. У нас нет триллиона рублей на то, чтобы выполнить майские указы президента, говорили товарищи либералы, в те самые дни, когда они увеличивали неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета не на триллион, а на полтора триллиона рублей. Понимаете? Я полтора триллиона рублей кладу себе в карман, не знаю, что с ними делать, объясняя всем, что у меня одного триллиона нет. Ну классно, ребята. Чтобы я так жил. Есть, конечно, откровенная неадекватность. Например, когда Банк России говорит, что мы будем снижать инфляцию, это бред собачий. Потому что, извиняюсь, бред руководительниц Банка России. Потому что Банк России влияет только на монетарные причины инфляции. Он может сделать так, чтобы денег у них у кого не было. Но цены-то растут не по монетарным причинам, не потому что у нас слишком богатые пенсионеры. Цены растут потому, что у нас произвол монополии. И монополии задирают эти цены, как хотят. Грабят их, самых пенсионеров и всех остальных. Но Банк России имеет отношение к пенсионерам, как к гинекологу, к зубной боли. И когда он говорит, мы обеспечим снижение инфляции, мы будем бороться с инфляцией, это звучит так же, как когда гинеколог говорит, я буду бороться с вашей зубной болью. С таким руководством, которые частью безграмотно, частью занимаются политическими провокациями, удивительно, что у нас было это оживление во втором квартале. Но это саботаж, и он идет длительное время. И самое пугающее меня в нашем государстве, это не то, что она коррумпирована, не то, что она жестока, не то, что она немотивирована жестоко часто, не то, что он с презрением относится к гражданам, не то, что он не занимается развитием. Меня больше всего пугает, что саботаж и политические провокации остаются безнаказанными. На этой ноте? На этой оптимистической ноте, потому что я все-таки думаю, что ребятишки доиграются этой осенью. Хочется в это верить. Хочется в это верить. Ну и некоторые признаки, так один у нас вице-премьерчик есть, такой замечательный, так у него уже год весь секретарят, и он сам работает в полностью убранных кабинетах, у них все вещи упакованы. Они, так сказать, готовы съехать в любую минуту, и дико удивляются, что их до сих пор не уволят. Да. Я думаю, что это удивление через некоторое время пройдет. До свидания, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо. До новых часов Делягина. Счастливо. Час Делягина. На радио Комсомольская правда.